СОЮЗ СТРОИТЕЛИ ЗА БАЙКАЛЬЯ На сегодняшний день строительная отрасль настолько просела в регионе, что здесь необходимо все-таки какой-то регулятор, чтобы был. И поднимались кем-то острые вопросы, из-за которых на сегодняшний день стройка не идет и нет надлежащего контроля. Наиболее яркий и показательный пример – это возведение Краевой детской клинической больницы. Подряд на 7-миллиардное строительство был отдан подрядчику из Бурятии «Дом-2000». Почему отдан? Да потому что подобные торги, а зачастую они проводятся с одним участником, наше правительство проводит так, что для забайкальских фирм нет никаких шансов, чтобы эти подряды получить. Компания «Дом-2000», получив такой жирный заказ, решила отработать его ударными темпами в ущерб качеству. Теперь остов детской больницы возвышается над местностью, грозя в любой момент рухнуть, причем власти не торопятся признать работу этой фирмы некачественной, видимо, ожидая, когда общественность утихнет и можно будет дальше лепить это медицинское учреждение, фактически ставя под угрозу жизни детей, которые будут здесь лечиться. У нас вообще нет посыла какого-то агрессивного. То есть в любом случае я считаю, что здесь нужно научиться договариваться и приходить к таким решениям, которые будут выгодны именно строительной отрасли. Вот и все. И я не думаю, что будет там прямо острое противодействие со стороны власти в этой части. Остались еще люди, которые верят, что с нашей властью можно договориться. Например, потребовать равного участия в социальных подрядах для забайкальских фирм. Сейчас край буквально захлебывается от потока федеральных средств, но выигрывают по большей части строительные организации из других регионов. Выигрывают, но не могут исполнить должным образом. И опять характерный пример подрядчика из Бурятии при строительстве дома для детей-сирот. Когда прокуратурой была проведена проверка реализации национального проекта «Жилье и городская среда», и фирму оштрафовали на без малого 8 миллионов рублей за неисполнение контракта по подготовке проектной документации и инженерных изысканий. Это к вопросу, почему просела строительная отрасль в Забайкалье. Это началось с того, что началось часто меняться, губернаторы начали часто меняться, достаточно часто, и, соответственно, с этим менялись команды. И очень часто мы видели, что застройщики обмануты были. То есть они вкладывали собственные средства на доверие без договорных каких-либо отношений. И, соответственно, впоследствии не получали обещанные денежные средства. И на тот момент достаточно большое количество коммерческих компаний, строительных, обанкротилось. По факту осталось несколько крупных строительных фирм, которые еще могут потянуть большие подряды. В чем привлекательность в этом плане местных подрядчиков? Все просто, с них элементарно можно что-то спросить. Они платят здесь налоги, они на виду, им еще с нами жить. Но они по большей части занимаются частным строительством. На социальной стройке, то есть по нацпроектам и федеральным программам обожглись уже многие. В районе 7 лет у нас торги игрались, но при этом авансов не выдавалось. Или выдавалось его 30%, 70 собственных средств нужно было изыскивать. Ну и, соответственно, так как уже доверия не было, понятно, что компании не шли на такие коммерческие риски. И, соответственно, просто как бы умирали. И на сегодня мы наблюдаем, что у нас, в общем-то, и нет строителей крупных, которые бы готовы были пойти на социальные стройки. Ну и вообще даже в коммерческом строительстве мы сегодня не наблюдаем ажиотажа, конкуренции и так далее. Что, в общем-то, за собой влечет, в общем, достаточно высокую цену на жилье. Чтобы осознать всю глубину кризиса строительной отрасли, нужно взглянуть на цены на жилье. Они складываются не только из-за отсутствия конкуренции и высоких цен на стройматериалы. Немаловажным фактором является также стоимость земельных участков под это строительство. Сложно получаемое, что тоже увеличивает стоимость. Потом логистика у нас дорогая. То есть, допустим, доставка товаров до Улан-Удэ, она, допустим, ну, например, стоит 100 тысяч, а до Читы это будет 150 тысяч стоить. То есть очень дорого довозить до Читы. Все это должно субсидироваться. То есть нет планомерной работы по удешевлению стоимости строительства, хотя бы для того, чтобы та же Чита выглядела красиво. Даже при возведении частного малоэтажного строительства существуют проблемы с инфраструктурой. Начиная с технического подключения, заканчивая асфальтированием дорог и освещением улиц. Но главным вопросом все-таки является оплата труда. Печальный опыт небольших субподрядных организаций, когда для них становится проблематичным догнать деньги за выполненную работу. Здесь показательным является опыт школы будущего в Каштаке. Коллеги вот тут утверждают, что главный консессионер края кинул с оплатой небольшие подрядные организации. Тогда они якобы сломали уже выполненные отделочные работы. Это своего рода жест отчаяния и определенного мужества. Соответственно, я считаю, что здесь тоже финансирование играет роль, потому что они кредитуются в банки, а так как мы ограничены законом на сегодня о долевом строительстве, соответственно, они не могут больше набрать кредитов и тратить по своему усмотрению денежные средства. Они должны тратить только на вот этот дом, который строят. Есть целый комплекс причин, почему стройка в Забайкалье встала. Потребность превышает предложение закон рынка. Если вы хотите что-то купить, выбор небольшой и дорогой. Однокомнатная квартира стоит 7 миллионов в черновой отделке. Для нашего региона это сумасшедшие деньги. Тогда о какой доступности жилья можно говорить, равно как и эффективности работы строительных фирм? Эта сфера Забайкальской деятельности здесь нужно подчеркнуть, как никогда нуждается в объединении и защите. Если ранее предприниматели довольно скептически относились к этой идее, то сейчас они понимают это насущное требование времени. Нужно заботиться не только об отстаивании интересов региональных подрядчиков, но и о создании конкурентной среды. Смотрите в следующей части «Прикрыть строителя» продолжение беседы с Леаной Шиллером о загадочных концессиях правительства Забайкалья, перспективах развития и мерах поддержки забайкальских строителей. Будет интересно. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Полин Милина, Иван Дементьев, ЗАПТ-ТВ. Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАПТ-ТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии. А каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение.